Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Хочешь уйти из роли жертвы и стать автором своей жизни? Я тебе могу дать пять правил, следуя которым ты можешь полностью изменить свою жизнь. Но сначала я тебе хочу сказать немного о том, как работает эта вселенная. Творец распределяет все блага поровну, солнце светит всем одинаково. Но у кого-то все хорошо, кто-то может реализовать свой потенциал, а у кого-то ничего не получается, у кого-то все время дефицит. То есть ты пребываешь в каких-то определенных утечках, или не хватает энергии, или не хватает счастья, или не хватает радости, или не хватает денег. Значит, тебе надо взять ответственность на себя и начать следовать этим правилам. Веди всего пять правил в свою жизнь, и ты удивишься, какие чудеса начнут происходить в твоей жизни. Первое правило. Не живи прошлым. Это как читать постоянно одну и ту же старую книгу. Скажи, пожалуйста, сколько ты можешь читать одну и ту же книгу? Да, это старые книги, ты прочитал, ты уже все понял там, ты все осознал. Но не надо мусолить эти страницы. Еще в библиотеке много полезной, другой, новой, интересной информации. Пускай в себя новый поток. Невозможно всегда жевать одну и ту же старую жвачку. Хочется новых вкусов. Поэтому отпусти прошлое. Благодари за тот опыт, который ты обрела. Возьми его себе и иди дальше. Смотри новое, красивое, смотри в будущее, интересуйся будущим, чувствуй вкус будущего, планируй будущее. И это первое правило. Второе правило. Перестань следить за чужой жизнью, перестань сплетничать и осуждать. Потому что закон Вселенной работает так. Энергия течет, куда внимание влечет. И когда ты следишь за людьми, когда ты обсуждаешь их, когда ты сплетничаешь о них, то на самом деле ты добровольно отдаешь свою энергию этим людям. Хорошо, если ты, допустим, что-то позитивное взял как пример из этого. Это может работать. Но если ты осуждаешь, сплетничаешь и делаешь какие-то интриги, то на самом деле ты берешь их негативный опыт на себя и начинаешь отрабатывать его. Зачем тебе эти проблемы? Тебе что, своих не хватает, чтобы ты за других еще начинал отрабатывать что-то? Поэтому цени свою энергию. И из этого выходит третье правило. Держи фокус внимания на себе. Интересуйся собой. Думай о себе. Понимай, что ты хочешь. Что бы ты хотела создать. Спрашивай себя утром, что такого хорошего я хотела бы прожить в этот волшебный день моей жизни, который, как всегда, не повторим. Ни один день не повторяется. Начни фокус внимания направлять внутрь себя, чувствовать себя, понимать себя, интересоваться собой, разбираться в себе, понимать, что тебе нравится, что не нравится, что ты хочешь, что не хочешь. И, конечно, я рекомендую хотя бы 15 минут в день, а лучше 30, медитируй. Просто побудь с собой, почувствуй себя. Это драматически изменит твою жизнь в лучшую сторону. Ты узнаешь много нового и интересного о себе. И это поможет тебе простроить твой внутренний стержень, внутренний центр. Четвертое правило. Утверждай свою ценность, потому что система, матрица нас обесценивает всегда. И мы как бы думаем, что мы ничего не стоим. На самом деле это не так. Мы самая большая драгоценность, которая у нас вообще есть. Ни кольца, ни побрякушки, ни машины. Мы самая большая ценность. И вот эту ценность ты должна осознать в первую очередь сама или сам. Поэтому каждое утро, подходя к зеркалу, смотри прямо себе в глаза и говори. Я любимая дочь или я любимый сын Бога. Что и есть на самом деле. Люби себя, признавайся себе в любви. Свою ценность наращивай. Осознай в первую очередь ее сама или сам. Когда ты это поймешь, то другие это тоже будут чувствовать. Это станет частью твоей энергетики. И пятое правило. Самое приятное, самое прекрасное. Стань коллекционером всего самого доброго, красивого и приятного. И это не только про тонкую материю. Окружи себя дома красивыми вещами. Избавься от всего хлама, который у тебя вызывает негативные эмоции. Или ты про запас сохранила. Или просто нейтрально. Оставь только красивые, приятные вещи вокруг себя. Чтобы каждая вещь тебе давала какое-то тепло в душе. Теплую эмоцию. То же самое с людьми. Оставь у себя приятных людей, добрых людей. С которыми ты общаешься с радостью, проводишь время с радостью. Говоришь с радостью, тебе приятно. Убери всех токсичных людей. И ты поймешь, насколько это сохраняет твою энергию. Насколько это дает тебе радости, позитива. И вообще просто, когда нету критикующих, таких непонятных людей вокруг. Насколько прекрасней становится твоя жизнь. Зачем тебе выслушивать негатив непонятно от кого и за что. Не бойся одиночества. Потому что как только твоя энергия возрастет, вокруг тебя появятся светлые и прекрасные люди, с которыми тебе будет интересно и радостно проводить время и жизнь. Вот эти пять правил, благодаря которым, если ты начнешь их практиковать, ты трансформируешь себя из жертвы в автора своей жизни, в создателя своей жизни, в творца своей жизни. И вот чем больше ты их будешь практиковать, тем больше искра творца в тебе будет разгораться. Потому что на самом деле, как только мы начинаем брать ответственность на себя, начинаем действовать в своей жизни, то благостные события начинают происходить. Потому что что делает жертву жертвой? Она никогда не берет ответственность на себя ни за что. Она всегда обвиняет других в чем-то. То есть ее сила всегда в других, что другие что-то должны сделать, изменить. Нет. Если ты хочешь быть автором, творцом, бери ответственность, меняй и действуй. И наслаждайся своей жизнью. А если тебе нужна какая-то помощь, я первую консультацию делаю абсолютно бесплатно, вдохновляю и помогаю. Если у тебя есть какой-то вопрос, с которым тебе тяжело разобраться, то, пожалуйста, я с радостью с тобой могу поговорить. И если мне хватит моих знаний, я тебе смогу, возможно, объяснить и разрешить твою ситуацию самым лучшим для тебя образом. Всех благ вам! Будьте творцами своей жизни! Это здорово!